То ли сказка, то ли быль. В культурно-выставочном центре башни открылась выставка «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной». Художница верит, современным технологиям уже очень много лет. И то, что в сказках, легендах и мифах принято называть волшебством, на самом деле является отсылкой к телефонам, спутниковым антеннам и самолетам. Выставка Елены Ковылиной передвижная. В Ешкар-Але она проводит до 10 января. Какие артефакты и гаджеты смогут увидеть жители и гости Мариэл, узнала наша съемочная группа. На картинах Елены Ковылиной с одной стороны герои русских народных сказок. Здесь гуси-лебеди, сестрица Аленушка и братец Иванушка, Василиса Прекрасная и другие знакомые с детства персонажи. С другой стороны, вместе с ними на одном полотне дроны, роботы и НЛО. Вот здесь художница показывает свое видение эпизода общения красавицы с волшебным зеркалом и сказки о мертвой царевне и семи богатырях. Елена Ковылина считает, что вопрос был адресован совершенно другому предмету. Он был адресован древнему прототипу сегодняшнего айфона с Алисой, то есть с искусственным интеллектом, который анализирует полученное изображение, сравнивает его с базой данных красавиц, существующих на тот момент на планете, а может быть даже и в большем пространстве. И отвечает на вопрос красавицы, что либо она действительно одна из лучших существующих на данный момент женщин, либо же существуют более красивые. А еще художница отмечает, что геометрические узоры на старинных вещах – это отсылка к микросхемам. Их она разместила на всех своих картинах. Эти фрактальные антенны она изготовила вместе с радиоинженером. В их основе – орнаменты из Фонда Всероссийского музея декоративного искусства. Здесь на выставке каждый гость может порассуждать о прошлом, настоящем и будущем. Я хотела сказать, наверное, если коротко, что все это уже давно было, что мы живем в мире, который повторяется. То есть те самые технологии, сверхтехнологии, новые технологии, которые сегодня мы видим и которые внедряются активно, они уже когда-то были. И сказки, это эпос народный и народная культура, она запечатлела эти технологии в виде под грифом «волшебство». Никакого волшебства нету, никакой фантастики нет. То есть мы живем уже давно в высокотехнологичном мире. Узнать об артефактах и гаджетах Елены Ковылиной больше можно при помощи системы дополненной реальности. Для этого достаточно навести камеру на картину, после чего на экране появится информация о героях сказок и гаджетах, изображенных на полотнах. Особенность этой передвижной выставки в том, что для каждого региона она будет уникальной. В Морел ее дополнили экспонаты из фондов Национального музея имени Тимофея Евсева и личной коллекции краеведа Евгения Пирогова. Уникальность в том, что через современное искусство можно привить любовь к творчеству предков. То, что сохранилось и бережно хранится в музее. И можно раскрыть это, преподнести зрителю в новом формате. Выставку окружают деревянные наличники, множество наличников, резьбы по дереву. Тоже такое соотношение резьбы по дереву и 3D-моделирование. Как раз фронтальные антенны Елены Ковылиной, они сделаны на 3D-принтерах. В коридоре можно потрогать дерево и можно потрогать пластик. Сравните. Выставка Елены Ковылиной – это художественный эксперимент. Автор проекта размышляет о народном творчестве посредством современного искусства. На полотнах художницы гипотеза о том, что предметы декоративно-прикладного искусства могут быть частью высокотехнологичной системы прошлого, которая почему-то была утеряна. Новый взгляд на традиционное искусство можно оценить в культурно-выставочном центре башни. Поразмышлять о сказках и современных технологиях могут как взрослые, так и дети.